снова здравствуйте хочу сегодня вставить свои 5 копеек про новинки все конечно же уже рассказали сказали свое мнение кто-то даже уже все купил и пользуется с большим удовольствием я вам расскажу то что попробовала я что мне понравилось что у меня уходит в хотелки что мне категорически не понравилось давайте начнем наверное с парфюма на который я возлагала очень большие надежды это я была в летуале это black opium intense я очень хотел я вообще давно хочу black opium хоть какой-нибудь и никак не могу из них выбрать потому что я читаю о них я их пытаюсь послушать в магазине как-то вот они мне нравятся все я не очень понимаю в них разницу есть наверное надо взять купить какой-нибудь от levant а выносить эти 10 миллилитров и просто забыть об этом но нет я очень надеялась что вот я послушала там кофе как а минута какао кстати говоря меня а смутило я подумала что он будет слишком пыльный что он будет такой вот то что я не люблю душный из-за этой ноты какао какой-то знаете такой затхлый что я могу сказать я могу сказать вам что блотер сейчас не пахнет уже ничем а прошло всего несколько часов а вот и весь сказ что что можно сказать об этом аромате нанеся его на на руку он мне понравился я почувствовала что он очень похож на black opium я наверное бы не различила их вот так услышал где-то в шлейфе с кого-то наверное если один нанести на одну руку второй нанести на другую руку и вот так вот вот нюхать по очереди держу другие блотеры а то наверное какая-то разница разницу за уши притянуть можно но она какая-то такая вот очень 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 быстро и скажем так что вы ничего не успеваете понять вы нанесли вы почувствовали что-то и хоп и этого нет но соответственно новинка это уходит в нехотелки я вряд ли куплю себе ее хотя как говорится может быть скорее всего куплюсь просто классический black opium или black opium как где более выраженные белые цветы не помню как он называется ну и кажется алянуи или что-то такое дальше гадос а вот кстати говоря гадос мюглеровская айлин гадос у меня было такое предвзятое мнение потому что я прочитала мнение дианы об этом аромате и она сказала что ну вообще ни о чем но я подходя к нему тоже так думала то просто попробую ну для для развития чтобы ну надо же иметь свое собственное мнение обо всем знаете он мне понравился мне очень понравился я вообще не люблю элианы элиана не моя линейка я мюглеровская девушка звезда энджел а элианы это совершенно не мое кстати говоря мне нравится элиан ну не так чтобы уж очень и на самом деле он на мне настолько не стойкий он очень быстро с меня слетает я его не хочу элиан гадос я хочу здесь есть та самая нота нежная обволакивающая нота объятий любимого я хочу этот аромат очень сильно хочу я даже наверное хочу его в сотке хотя 30 миллилитров мне будет вполне достаточно я уверена очень нежно здесь нет никакого ужасного жасмина здесь нет никаких затхлых нот здесь нет ничего то что пугает всех в элиане это просто флакон от элиана он какой-то такой фантастический какой-то такой его разложить на ноту невозможно он просто очень нежный он очень ласковый кокоса как такового здесь не чувствую я неплохо отношусь к кокосу но вот это вот нота которую называют кокосом для меня это просто какая-то нота чего-то сливочного чего-то мягкого-то нежного нежного кашемирового кокона а я ее чувствую вот в элиан гадос я ее чувствую в ляби в ляби апель солей и я ее чувствую в черном живанши лентер ти и все эти ароматы мне очень нравится я и все хочу хочу дальше гуччи блум амброзия красный флакон очень очень мне нравится это чисто бело цветочный аромат он может кому-то показаться ретро вам я его вдыхаю мне кажется что что-то подобное было либо у меня либо у моей подружки в начале нулевых и он такой какой-то звонкий он какой-то такой бело цветочный но он не пыльный он не душный он он тоже какой-то такой очень нежный он очень женственный гипер женственный и я люблю бело цветочные ароматы и пожалуй эту амброзию красную я тоже хочу кстати говоря желтая амброзия мне не очень понравилась там такой и ланг немножко ну такой спорный момент надо еще попробовать его чтобы точно сформировали свое мнение туалетная вода это конечно новинка ребята но для меня это чисто какой-то мужской одеколон опять-таки из конца девяностых а сначала нулевых мне вообще категорически он не нравится он очень грубый он для меня совершенно мужской и вот такой вот ретро мужской вообще нет-нет-нет не хочу не нравится насколько мне нравится либо интенс обычный либо ну такое со со либо интенс супер а туалетка вообще нет туфелька каролины херрера не хотела подходить вообще нет каролине херреры к туфлям обычным я подходила мне не нравится потому что в них в базе есть какая-то такая шершавая ваниль либо с ветивером либо еще с чем-то такая вот пыльная очень тяжелая мне душно в них слышала что красная туфля совершенно другая очень было предвзятое мнение к самой форм-фактору от туфли это моя вторая уже проба или да третит это третья моя проба сейчас вам расскажу все по порядку мне понравился флакон да он китчевый да он странный наверное ну как бы это не ну не мой формат мне не очень нравятся такие флаконы но он сделан настолько качественно он сделан настолько по люксовому этот красный цвет это красивейшее просто это видно что это люкс это дорогое стекло это дорогое литье стекла он весь такой покатый золотой каблук ну короче говоря очень очень красивый флакон аромат мне понравился он ягодный он кисло-сладкий он не сладкий кисло-сладкий ягодные цветочные очень женственные очень радостный очень летний аромат но и зимой он будет просто потрясающе будет поднимать настроение он звонкий он шлейфовый он вообще супер-супер классный я попробовала его в первый раз летом он мне понравился я нанесла его на блотер мы жили до на даче у меня там спальня достаточно большая наверное метров двадцать и блотер лежал на тумбочке далеко достаточно от стола на комоде от кровати на комоде он всю ночь мне шлейфил в этом вы же помните у нас было жаркое лето прекраснейшее жаркое лето боже мой это самое лучшее лето в моей жизни по погоде и не только он меня он просто вот он фонил с комода просто пробивал все и вот мне хотелось встать и убрать его куда-нибудь его убрать были открыты окна он такой яркий но он так красиво звучал он не терялся в жаре он не не как-то не скомковался он не превращался ни во что ужасно я попробовала его второй раз на себе тоже в жару и мне показалось что у него база вот та же самая как от обычной туфли вот такая вот ваниль на пыльная не знаю может это был какой-то глюк но когда я нанесла его вот в этот раз я нанесла его на себя я не почувствовала этой ужасной базы и мне наверное очень хочется тридцатку он очень красивый мне бы наверное хотелось тридцатку это туфельки я даже уже мониторила цены слушайте ребята цены на люкс так залетели это что такое вообще это какой-то вообще ужас 30 миллилитров вот эти все новинки 30 миллилитров в лучшем случае вы купите за 4000 с чем-то даже в интернет-магазинах это какой-то анреил как вы понимаете быть расхламлению значит надо от чего-то избавляться что-то должно уйти следующее последний блотер живанши лентарди руш красный он такой классный это тоже это тоже хотелка его я попробовала его я тоже нанесла на себя на запястье он мне дико понравился у меня есть лентарди черный него флакон в 10 миллилитрах он стоял у меня год я что-то как-то мялась что-то как-то он мне не нравился мне не нравилось то что он такой тихий мне не нравилось то что он такой камерный мне не нравилось то что он такой нежный сейчас же я просто я просто я изнемогаю вам я его хочу просто как он мне нравится сейчас этот черный лентарди А моя звезда внутренней говорит Оля, зачем тебе он нужен? Он такой тихий Он такой какой-то округлый, такой нежный Ты же не такая, тебе же нужно вау Вот я люблю вау, а потом я этот вау не могу носить А сейчас я просто вот хожу в него И это вот Это знаете, аромат Нанести его на себя И решать обниматься со своим любимым мужчиной И кайфовать от всего происходящего От своего возлюбленного От этого запаха Здесь белые цветы Какие-то кремовые уходовые ноты Эта вот кунжутность Она придает какую-то такую вот Короче, это аромат нега Это аромат нега С красным ружинд Это две противоположности Это аромат нега, это аромат вау Здесь есть перец Черный Черный, такой черный Я чувствую его Такую терплость Какую-то такую специевость вначале Но все равно Все равно он нежный А он не нежный Вот этот аромат Черная куртка Бордовая помада Вот такие вот ногти Или черные Каблуки Или что-то Что-то Не знаю, такие большие Черные ботинки На такой большой черный подошвь Ну, короче, он вам Это аромат вам Его я тоже хочу Я, короче, готовлюсь К распродаже Я бы сняла сейчас распродажу Но вы видите, уже темно стало Вы меня почти не видите Я распродам, наверное, флаконов 10 В своей коллекции Потому что хочу Много чего хочу А цены такие стали Вообще очень жутко кусачьи Хочу все сменить Хочу перемен Прям жутко хочу Изменений каких-то Хотите Я вам сейчас покажу Какие я купила флаконы 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 Какие я купила Красные, красивые Фужеры на Новый год Шуш Сейчас я исчезну Ни секунду Как надо вам это показать Летом Вот в этом магазине Козий Хаум Или просто Огромный шум Продать Мы только что приехали с дачи Я еще не все Привела в порядок Извините Это все На паузу поставлю Я к вам вернулась Распаковал Но так как темно Вы ничего уже не увидите Посмотрите Какие красивые Фужеры Красное стекло Какая витая ножка У них Я вам покажу Какую в следующий раз Просто кайф Вот Ах Ничего не видно Хотела похвастаться Короче В этом магазине Купила Очень-очень много всего Очень много Костельного белья Купила И вот эти Потрясающие Фужеры Скидки были Там до 80% Вот Такие вот новости У меня Быть распродажи Следите за выпусками Ставьте колокольчик Потому что Ну сами понимаете У меня Расглядеть очень сложно Ну и в принципе Смотрите на лапе Все что я продаю Я уже там выставила Если хотите Торг уместен Торгуемся С вами Судбой Своим удовольствием Буду торговаться Потому что Очень хочу Все распродать И купить все новое Все Всех целую Всех обнимаю До скорых встреч С вами была Ваша Оля Пока Субтитры сделал DimaTorzok